Канал «Сказано» приветствует вас! Сегодня мы зачитаем статью блогера LoveJoy77. Предсказуемый крах США. Обратный отсчет начался. Образы и аллегории – один из лучших способов передачи информации. Наверное, поэтому Христос вещал притчами. Представьте себе статую свободы. Да-да, ту самую, стоящую на острове в Нью-Йоркской бухте, примерно в трех километрах к юго-западу от Манхэттена. Вашему взгляду внезапно открывается драматическая картина. Памятник на ваших глазах пошел крупными трещинами. Все это сопровождается скрипом, неприятным скрежетом и шумом осыпающихся осколков. Часть сооружения вдруг резко оседает, и вестница свободы наклоняется вперед, словно ей становится дурно. Именно таким образом лучше всего передать текущую ситуацию в обществе по ту сторону океана. И всем тем, кто по-прежнему пребывает в упрямом убеждении, что этот колосс устоит, не мешало бы раскрыть глаза на происходящее, что я и постараюсь сделать в данном обзоре. Итак, что нам позволяет говорить, что нашему главному геополитическому противнику осталось совсем ничего до скоропостижной кончины и распада? Причины, как мне видится, коренятся вовсе не в состоянии американской экономики, о чем недвусмысленно уже не говорят, а кричат даже некогда успешные воротилы американского бизнеса. Известный штатовский миллиардер Рей Далио недавно заявил, что система трещит по всем швам, и капитализм больше не работает. Суть нынешнего кризиса США определена уже давно, и кроется она в полном исчерпании потенциала внутреннего развития потребительской по духу модели американского общества. Тут все было понятно изначально. Попробуйте поговорить со средним американцем о жертвенности, самоотречении, самопожертвовании. Недаром в последнее время в сети гуляют красноречивые анекдоты о способности воевать американского солдата в сравнении с его российским коллегой. Примечательно, однако. Да и говорить бы вам, скорее всего, вам об этих высоких материях с этим самым средним американцем вряд ли не захотелось бы. Ответом вам, скорее всего, послужил бы один взгляд на собеседника, чей вес значительно превышал бы российский среднестатистический. Конечно, американцы разные, и среди них до сих пор есть люди, готовые искренне помочь и те, кто занимаются благотворительностью. Но мы говорим не об исключениях, а о правиле, а также об общем ошибочном лейтмотиве развития американского общества. Идея гуманизма, в отличие от господствующей до нее концепции спасения христианской души как смысла человеческого существования, ставит во главу угла счастья индивидуума и его мифическую личную свободу. Это означает, что земные цели человека, как они есть, со всеми его несовершенством, желаниями, страстей и похотей становятся ориентиром развития и даже объектом поклонения. Как показывает история человечества, такой подход заканчивается крахом и распадом общества. И самым главным признаком такого распада является духовный кризис. Экономику можно поправить, ведь пережили же США Великую депрессию. А что делать, если червоточить стали сердца людей? Вот что говорят нам недавние исследования. Еще три года назад бывший советник президента США Джорджа Буша Тодд Бухгольц, применив научный подход, выделил пять факторов, разрушающих США. 1. Резкое падение рождаемости. В среднем по стране преобладает менее двух детей в семье. 2. Глобализация, размывающая традиционный уклад и характер нации. 3. Рост государственного долга. 4. Разрушение трудовой этики. Лишь половина трудоспособного населения ходит на работу. Остальные ни почем не желают трудиться. 5. Проблема кризиса патриотизма. Национальные интересы и дух нации для американцев нынче пустой звук. Предлагаю более пристально рассмотреть последний фактор. Сам по себе он очень знаменателен. Дело в том, что патриотизм, который по сути своей является проявлением любви к родине, долгие десятилетия, если не все время существования Соединенных Штатов Америки, являлся основой и краеугольным камнем американской идеологии. И вдруг такие неутешительные тенденции. Бухгольц пишет, что даже такие символы США, как Христофор Колумб и Джордж Вашингтон, нынче презираемы значительной частью населения, как грабители и преступники. В чем же дело? А вы как думаете? Если патриотизм по существу есть проявление любви к родине, то единственной причиной упадка патриотизма является то, что было озвучено спасителем почти 2000 лет назад. В людях охладеет любовь. А вот это уже страшно. И здесь и кроется причина всех напастей США. И нынешних, и будущих. Мы помним из истории 20 века, что бывает с обществами, государствами, где в сердцах людей охладела любовь. А именно, чем все заканчивалось. Один из примеров – Германия 30-40-х годов. Есть еще одна страна, которая жестоко пострадала за свой каинский грех. Но ее граждане нашли в себе мужество и силы стойко перенести все выпавшие ей на долю, во искупление, конечно, испытания и выстоять, получив право на будущее. Вы, наверное, поняли, о какой стране идет речь. Смогут ли американцы пройти те же, если не худшие круги ада и сохранить себя как нация, не превратившись в обезумевшее стадо? Вопрос риторический. Ответ на него даст история. И боюсь, что ждать осталось совсем недолго. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь роликом в социальных сетях. И подпишитесь на наш канал. Сау.